добрый день дорогие друзья и гости моего канала сегодня я вам покажу как я сделала новую массу для лепки это у нас будет клей pva я его уже взвешивала я подготовила целлюлезу сколько ее нужно я не знаю брала я на глаз когда делала первый раз это распушенная целлюлеза из женских прокладок вот я пыталась это взвешивать но ничего не получилось потому что настолько все легкая короче мне не получилось ну примерно жменькую небольшую это размешиваем хорошенько нужно размешать чтобы не было таких вот ну как бы комочков так еще что хочу сказать что клей должен быть хороший учтите что ни с каким строительным это не получится и вообще не на строительный лучше не берите не канцелярский не строительный добавили теперь я немножко натерла вот такую обычную свечу такую плавающую стеарин это примерно не знаю сколько тут может чайная ложка примерно дальше я буду использовать глицерин на вот эту массу я использую одну ложечку чайную так глицерин и теперь я вот это все поставлю в микроволновку можно делать на газовой плите но так как у меня как бы объем маленький небольшой я поставлю микроволновку что нам нужно нам довести до кипения и если будете делать микроволновки обязательно берите я уже как-то в предыдущем видео говорила когда делали холодный фарфор с рисовой мукой что емкость должна быть высокой потому что при закипении клей пва поднимается пеной вверх и несколько раз несколько раз вы должны микроволновку останавливать и все хорошенько перемешивать так встретимся позже ставлю первый раз микроволновку масса немножко потеплела еще раз перемешаем заодно свеча там растает можно добавить масло детское я когда первый раз сделал первую партию так скажем я добавила но сейчас я пока добавлять не буду пока хватит глицерина так масса уже становится более горячая и опять ставлю микроволновку ну вот дорогие друзья посмотрите появились пупырки наша масса закипела и сейчас я добавляю обычную пшеничную муку у меня тут высшего сорта и смотрите мы ее завариваем всю муку сразу не высыпайте потому что мука разная и могут быть разные нюансы и значит нам нужна масса чтобы она была такая все-таки более жидкая если вы ее сделаете твердую нам еще надо гипсовую шпаклевку добавить если вы ее сделаете сильно густую то вам придется еще кое-что доделывать потом так как определить хватит или не хватит я не знаю вот по моим ощущениям вот на данную минуту уже хватит наша посмотрите какая масса становится она загустела я даже может быть и перебавила если честно сказать это будет ясно попозже значит смотрите какая масса получилась видите тянется образовалась такой вот ну как комочек общем-то да собирается уже все посмотрите всю муку даже я не высыпала я все измерила все взвешиваю сейчас я добавляю мыло так вот ложечка чайно-мыло можно еще чуточку добавить все еще чуточку добавляю так и это хорошенько вымешиваю значит так муки больше нам не понадобится значит смотрите главное не перебавить муки потому что если вы перебавить муку муку то гипсовую шпаклевку добавлять будет уже некуда я потом взвешу ну хотя я уже в принципе пропорции знаю потому что я уже поработала с этой массой делаю себе повторно получилось вот знаете как заварное заварное тесто такое далее у меня шпаклевка здесь тоже я отвешиваю сколько нужно вот смотрите использую вот такую шпаклевку гипсовую написано старт финиш она белого цвета не помню какой уже производитель если честно тоже сыплю на глаз вообще я люблю делать на глаз и вмешиваю шпаклевочку сюда сразу идет неприятный запах потому что шпаклевка начинает взаимодействовать с нашей массой склеим пва кстати когда масло полежит то запаха такого уже нету хотя вот в массе которую я делала у меня есть на канале там сырая масса такая ну не вареная тут получается как бы мы сварили практически вот там масса вот все равно запах какой-то имела не было не очень приятно у меня такой нос чувствительный мой какая приятная она еще горячая можно вымешать на столе я пока это в емкости сделаю так я массу выложила на стол она немножко подлипает поэтому я буду использовать мне вот такое детское масло можно взять совершенно любое можно взять жирный жирный крем и хорошенько вымешиваем ее она еще тепленькая она еще не остыла и заметьте муку мы больше в эту массу не добавляем если вам хочется добавить муки то вам ее нужно снова заварить в клей пва то есть сырую муку мы не оставляем то есть вот такую обычную да как вот в остальных рецептах то что добавляют просто муку мы этого не будем делать то есть мука должна быть заварена в клее вот смотрите у меня масса в принципе такая вот ну мягкая очень получилось если мне будет недостаточно она мне будет там подлипать или что-то я не могу добавить сейчас муку если захочу добавить муки посчитаю что мне нужна мука то я должна ее опять заварить в клей пва то же самое если вы сделали массу она у вас получилось очень тугая чтобы ее разбавить нужно опять-таки клей пва закипятить добавить туда муки сделает такой более жидкий раствор и только тогда смешать две массы вместе мне кажется это будет понятно если кому не понятно спрашивайте я буду отвечать ну вот масса прекрасная получилось мне нравится я уже с этой массы кое-что тут делала и сделала уже эксперимент сейчас я вот освобожусь и вам покажу что у меня в эксперименте масса такая видите светленькая потом она становится конечно не светлой она становится более желтой еще раз смазываем руки естественно массе нужно отлежаться ну как и любой массе нужно отлежаться но масса очень приятная она не липнет к рукам совершенно короче знаете что я сделал массу я в таком восторге я не могу сказать что его восторге на 100 процентов но 90 процентов восторга точно присутствует потому что предыдущие массы меня не сильно устраивали очень приятно очень очень приятно она держит форму немножко все таки может быть я муки и не добавила ну можно было и больше добавить не знаю это будет ясно потом попозже короче на через несколько часов вы можете массу исправить если вам что-то не нравится вы можете массу исправить ну вот гипсовую шпаклевку я добавлю немного больше у меня в предыдущем моем раскладе у меня даже получилось все как бы меньше муки больше то есть это можно варьировать и вообще надо смотреть какого что там получается какая мука мука может разно быть пва клея разные но она вообще очень прекрасно очень так заворачиваю в пленку и дадим массе отлежаться в холодильник я ее пока не ложу и вообще эту массу я первую которая сделала образец я в холодильник не клала не знаю хочу посмотреть как она там что с ней происходит то есть я экспериментирую поэтому холодильник пока не ложила наша масса отдыхает а сейчас я вам покажу массу которую я сделала несколько дней назад но еще короче недели нету вот наша масса немножко изменился нами цвет только так для смазывания руки использую вот такой лимонный крем для тела мне так нравится он очень пахнет лимончиком и посмотрите какая масса пластичная держит форму прекрасно лепится прежде чем лепить естественно хорошенько разомните прекрасно лепится раскатывается кстати сух мне тоже неплохо сейчас у меня просто изделие на сушке для вас снимала видео и в одном эпизоде там использовала эту массу я вам ее потом расскажу и покажу смотрите какие жгутики самое главное что она эта масса не липнет к рукам потому что все таки вот предыдущие массы меня подбешивает конечно когда масса липнет к рукам поэтому я не смогла работать с соленым тестом потому что соль въедалась в кожу рук мне тоже не нравилось эта масса пока что для меня любимчик я скорее всего положу ее в холодильник пока она у меня без холодильника но я ее положу в холодильник так сейчас посмотрим как она раскатывается отпечатки хорошо на ней получаются очень тоненько раскатывается так и вырезается она неплохо посмотрите для масса для лепки я считаю что это прекрасное вырезание потому что все таки ту массу которую моя масса предыдущая приходилось швы сильно затирать здесь как бы более менее так и сейчас я вам покажу что я с ней уже там попробовала сделать экспериментальная вот смотрите вот я сделал листик покажу поближе очень четко видны отпечатки и она она уже высохла но немножко еще пластичная но вот этому лепесточку в сутки дальше посмотрите в какой тоненький пласт я раскатала тоненько-тоненько-тоненько смотрите она и гнется хорошо как холодный фарфор мне вот если честно ну ломается естественно так и еще вот такой вот тоже высохла тоже посмотрите прекрасный отпечаток это у меня молд немножко еще двигается но может быть она еще не совсем досохла немножко так вот хотелось бы еще подсушить но сейчас квартире нет утопления поэтому конечно на и надо еще полежать уже звук такой приятный так и сейчас я посмотрю открою эту массу она остыла но еще мало времени прошло и надо отлежаться этой массе конечно она еще подлипает к рукам потому что она и всего-то ничего этой массе у меня масса еще даже часто не полежала вот я масло вы видели практически не добавляла поэтому буду пользоваться вот этим крем лимона мне очень нравится запах лимонника обалденный и вот смотрите вот вот свежать свежайшая масса вообще прекрасно форму держит короче делается ровно пять минут ровно пять минут вы же видели практически ничего не вымешивала сколько там несколько движений и все уже масса вот такая прекрасная масса сейчас я ее положу опять в пакет и положу ее в холодильник сейчас пока класть не буду вот через какое-то время я еще ее открою посмотрю если конденсат надо чтоб конденсат вышел вот а потом может быть и положу в холодильник посмотрим я видите сделала совсем немного потому что у меня еще предыдущей массы там холодильнике достаточно надо ее зарасходовать но честно сказать пока что вот эта масса у меня фаворит я просто мне влюбилась честно если мне когда-нибудь попадется масса которая будет лучше этой это будет супер не знаю конечно может быть на улицу фигурки делать нельзя будь с ней но я не собираюсь а домики мои или там еще какие-то мелкие фигурки и даже вот видите и даже листочки можно делать мелкие даже листочки можно делать и можно красить ее красить до в массе можно покрасить и можно покрасить и после того как вы что-то слепите вот дорогие друзья я с вами поделилась своей новой массой я просто еще раз говорю что я в нее влюбилась я все записала сколько чего идет я вам обязательно под видео оставлю рецепт вы можете его варьировать потому что шпаклевка может быть у всех разная она по-разному себя ведет у всех разная мука мука там первого сорта высшего сорта у пшеничной муки разная процент клейковины естественно вот этой массе нужно полежать какое-то время чтобы выработалась клейковина чтобы ну как бы устояла самое интересное что когда я замешиваю тесто мне как бы очень пахнет идет взаимодействие шпаклевки с пва и запах такой не очень приятный и в той шпаклевке которая ранее делала вот ну рецепт со шпаклевкой тоже но там этот запах все равно как бы меня преследовала присутствовал вот в этой массе вот она эта масса полежала да она достаточно мягкая вы видите я в холодильник еще пока ее не клала и запаха нету запах заварного теста если кто-то печет из заварного теста вы меня поймете короче запах заварного теста плюс естественно пва у меня очень хороший он пластифицированный он очень гибкий если вам такая гибкая масса не нужна вы значит добавляете клей столярный он как правило такое ну там влаги очень много вы сами понимаете что в пва содержится вода в столярном клее просто процент вообще мизерный поэтому он и столярный еще подойдет универсальный еще подойдет клей мебельный если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на канал если вам что-то непонятно задавайте вопросы и встретимся в новом видео спасибо спасибо спасибо